В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Неисправный лифт, как приговор, пенсионеры, а также 11 инвалидов, которые проживают в одном из домов в Вязниках, бьют тревогу. Спуск на первый этаж жители называют не иначе, как испытанием. Некоторые из жильцов превратились в заложников собственных квадратных метров. Будет ли решена проблема? Репортаж Алексея Домнина. Уже около 25 лет Алена не выходит из квартиры. Инвалид первой группы оказалась в заложниках у собственного дома. А все дело в неисправном лифте, рассказывает ее мама. По словам Ольги Жегловой, она просто боится вывести дочку на улицу. А вдруг случится приступ, задается вопросом пенсионерка. Лифт для ее семьи необходим как воздух в прямом смысле этого слова. Больной вопрос – это лифт. Лифт, лифт. Ну, обещают. Вот мы соберем собрание, поговорим, поговорим, придут к нам от администрации, вот, поговорят. Ну, решать будем вопрос вводим, решать все решать будем. Опять ничего нет. Ольга Жеглова не единственная, кто ждет ремонта лифта. В этом доме, по словам жильцов, проживает 11 инвалидов. Среди них и Лидия Савельева. Спуск или подъем на седьмой этаж, где она живет, каждый день превращается для нее в испытание. Мы остались без лифта, ходить мы не в состоянии. Чтобы в магазин сходить, это проблема. Спуститься, ладно, потихонечку спустимся, а подняться. Я сама себя еле тащу, инвалид. А мне еще сумку надо тащить. Бьемся и воюем. Именно этими словами жильцы описывают свое общение с управляющей компанией. Среди тех, кто ждет починки лифта и Нина Смирнова. Инвалид третьей группы живет на седьмом этаже. По ее словам, лифт перестал работать еще в конце прошлого века, и с тех пор власти предпочитают не замечать жалобы жильцов. Я начала писать с 2006 года по поводу этого лифта. Мне приходили только одни отписки. Пять писем пришло по этому лифту. Что ремонт лифтового оборудования будет в 2017 году. Наша съемочная группа попыталась получить комментарии управляющей компанией дома. Представители организации попросили обратиться к директору, которого на рабочем месте, конечно же, вынуждено не оказалось. Когда он будет? Через час, через два? Нет, не будет. Сегодня, наверное, не будет. Сегодня, наверное, не будет? А почему? Потому что он сейчас на сессии. Экзамен принимает. Он в комиссии. Фонд капремонта, который должен обеспечить ремонт в доме, в курсе проблемы. И, как говорят специалисты, лифты могли бы сделать еще год назад. Но работу пришлось притормозить. В настоящее время эти дома 12, 14, 16 не включены администрации Визняковского района, краткосрочный план, 17-19 год, который они нам должны предоставлять как региональному оператору. В поисках ответа на вопрос, что жильцам делать, мы обратились в администрацию Визняковского района. По словам заместителя главы, починка лифта возможна. Но для этого необходимо выполнить одно из требований для включения дома в краткосрочный план по проведению капитального ремонта. Одно из требований – это наличие определенного процента сбора на субсчете дома. То есть этот сбор должен составлять в районе среднеобластного, это где-то 85%. По словам Николая Приходы, на счете этого дома накоплено 66%. Это значит, не все собственники добросовестно оплачивают расходы на капремонт. И работать с такими недобросовестными плательщиками должна управка компания. Решат ли власти проблему? Замглавы города пообещал держать ситуацию на контроле. Но если учесть, что проблеме уже четверть века, похоже, что контроль в данном случае осуществляется недостаточно. Поэтому мы рекомендуем людям обратиться в надзорные органы и проконсультироваться с уполномоченным по правам человека. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. О проблемах Владимирской медицины. Владимир Сипягин впервые как губернатор области посетил областную детскую клиническую больницу. Глава региона встретился с медиками и обсудил насущные вопросы. Говорили о нехватке медицинских кадров в старых зданиях поликлиник, не приспособленных для работы. Что намерены делать областные власти, расскажет Валерий Саенко. Свой визит к владимирским врачам Владимир Сипягин начал с обхода бережливой регистратуры. Она в поликлинике работает с прошлого года. Новая система создавалась для того, чтобы сократить очереди пациентов для записи к врачу. Теперь родители просто берут талон в регистратуру и записываются у оператора на свободное окно. Систему решил опробовать на себе и губернатор. Талончик к оператору получил, а вот записаться к эндокринологу с первого раза не получилось. И если бережливая регистратура отвечает всем современным нормам, то на верхних этажах капитального ремонта не делали давно. Главврач УДКБ рассказывает, больница была построена еще в 1977 году. С тех пор уже и санитарные нормы изменились, а врачам работать приходится прежних стесненных условиях. Патологии новорожденных и недоношенных у нас детки лежат без мам. Да, мы нарушаем закон. А как мы тогда сделаем так, чтобы мы вылечили их всех? Если мы разместим родителей вместе с детишками, то сразу же мы будем вынуждены отодвигать детей и оставлять их в Александрове, в Муроме, в Гусе Хрустальном, там где есть у нас эндокринологические коки. А у них нет тех кадров, которые у нас здесь есть. Кстати, о кадрах. Медиков в области по-прежнему не хватает. Губернатор уверяет, об этой проблеме знает не понаслышке. Сам многодетный отец по поликлиникам ходил. В регион молодых специалистов пытаются привлечь с помощью подъемных денег. Но у молодежи мало, что среди врачей, что среди младшего медперсонала. Мы понимаем, что порядка 50%, в первом случае 40%, во втором, это люди предпенсионного, пенсионного возраста. Очень уважаю опыт, знания. Но понятно, где же молодежь тогда? А молодежь, понятно, нет медицинского учреждения. Мы тоже сейчас думаем по этому поводу. Уже есть свои наработки определенные. Хотя, несмотря на небольшой промежуток времени, работаем по этому вопросу. Чтобы привлечь кадры в регион, нужен не только медицинский вуз. Ведь молодежь потянется работать, когда будут условия труда. А сейчас филиалы городских поликлиник – это квартира на первых этажах жилых домов. Кто же туда работать пойдет? Мы неоднократно обращались в городскую администрацию, писали письма о том, что нет условий. Врачи-то приспособятся, они и на табуретки примут пациента. Но там некомфортно, там очень душно. И уже о чем говорить, если даже дети с ограниченными способностями, они туда не смогут прийти. Там нет возможности на коляске, например, заехать. Ну, теснота. Есть проблемы и в новом перинатальном центре. Оборудование там хорошее, но вот амбулаторного звена нет. Наблюдать роженец заранее специалисты не могут. Некоторые депутаты ЗАГСобрания даже написали в администрацию области письмо, чтобы звание перинатального центра у медучреждения отобрали. Но чиновники доказывают, высокий статус роддома номер один присвоили не зря. Тем более учреждение будет еще развиваться. Да, нам нужно развивать конкретные службы. Безусловно, конечно. Нам нужно еще закупать недостающее оборудование. Нам нужно, прежде всего, обучать специалистов. Поэтому отдельная программа по направлению родовспоможения и детского здравоохранения, она будет, и мы ее будем реализовывать. В РИУ замгубернатора по соцполитике Марина Чекунова пообещала решить проблемы комплексно. Например, чтобы пополнить кадровую базу медиков, чиновники займутся вопросом выдачи соцжилья. Врачам в области его давно не выдавали. Рассмотрят вопрос повышения зарплат. Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Этой ночью за пожаром во Владимире пришлось эвакуировать гостиницу. 21 декабря в 2 часа ночи загорелось золотое кольцо. Задымление было в подвальном помещении. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты после поступившего сообщения. Из гостиницы эвакуировали 70 человек. Погибших нет. Пострадал мужчина 93-го года рождения. Он отравился продуктами горения. Возгорание ликвидировали спустя 15 минут. В тушении было задействовано 66 человек и 25 единиц техники. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество, которое находилось в подвале. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Вода безопасна. О том, что воду из Нерлинского водозабора можно пить, теперь сообщают московские эксперты. Водопроводную воду отправили на анализ в один из московских испытательных лабораторных центров. Результаты обнадеживающие. Качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормам. Подтверждает это и Владимирский Роспотребнадзор. С момента ЧП взяли больше тысячи проб водопроводной воды. Опасности нет. В то же время к административной ответственности привлекли МУП «Владимирводоканал» за нарушение санитарных требований к качеству воды. Напомним, в первый день ЧП органолептические свойства воды из крана были выше нормы. Выявлять источник загрязнения теперь будут следком и прокуратура. Материалы ведомством Роспотребнадзор уже отправил. Разошлись во взглядах на события. Александровская прокуратура усмотрела в действиях дочки «Газпрома» злоупотребление доминирующим положением. Проверку проводили по действиям «Газпром Межрегионгаз Владимир» в городе Струнино в мае этого года. Тогда газовики отключили подачу топлива тепловодоканалу. В результате чего без горячей воды остались жители города. Прокуратура подала материалы в Уфас. А там признали факт нарушения дочки «Газпрома» закона о защите конкуренции. Газовики же в свою очередь заявляют, что действовали в правовом поле. Так как Струнинский тепловодоканал в лидерах неплательщиков. По данным «Газпром Межрегионгаз Владимир», только с начала этого года долги муниципального предприятия перед поставщиком выросли почти на 14 миллионов рублей. Газовики пеняют и на областные власти. По их словам, администрация региона взяла на себя обязательство закрыть долги муниципального предприятия. И если обещание было выполнено, отключать бы тепловодоканал не стали. О чем просят общественники в преддверии Нового года? Председатель Заксобрания области встретился с лидерами ведущих общественных организаций региона. О чем просили спикеры областного парламента, расскажем далее. В преддверии новогодних праздников председатель Законодательного собрания Владимир Киселев встретился с лидерами ведущих общественных организаций области. Такие беседы за чашкой чая давно стали доброй традицией. В этот раз обсудить со спикером облпарламента текущие дела, поделиться новостями и наметить перспективы на будущее собралось около полусотни общественников. Среди них как ветераны, так и новички. Алексей Сорокин, председатель правления Совета отцов Владимирской области, на подобной встрече второй раз. Да и сама возглавляемая им общественная организация сравнительно молодая. Вот сейчас у меня есть один вопрос, я его в принципе написал, он такой один, но вроде такой глобальный. То есть осуществление общественного контроля за работой государственных учреждений, это касается абсолютно всех учреждений, в которых государство посчитало нужным создать общественные советы. С конкретными мыслями, предложениями и идеями пришло большинство участников. Так, Любовь Кац, представляющая Ассоциацию родителей детей-инвалидов Свет, предлагает скорректировать действующий региональный закон о вознаграждении опекунов недееспособных граждан. В свое время этот документ разрабатывался при участии ее и коллег. Директор библиотеки для детей и молодежи и член областной общественной палаты Татьяна Сдобникова обратила внимание на проблемы формирования фондов сельских библиотек и предложила подумать над созданием региональной программы в поддержку чтения. Общественные организации выходят с законодательными инициативами, идей достаточно много и многие из этих идей становятся сначала законодательными инициативами, а потом и региональными, а иногда и федеральными законами. Общественники отметили, что подобный диалог помогает лучше понимать друг друга. Чтобы действительно понимать основные сложности всего нашего общества, которое существует, становится действительно понятно, что везде происходит. Мы не друг другу задаем вопрос, да, то есть мы задаем вопросы и предложения законодательному собранию, но тем самым мы взаимодействуем друг с другом. Алексей Домнин, 6 канал. Быстрее, выше, сильнее. В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской коммуны сегодня прошли традиционные рождественские старты. Атлетам присвоили звание первого взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта. Лучших спортсменов и тренеров наградили в рамках всероссийского конкурса «Тысячу талантов». На соревнованиях присутствовал Константин Миронов. Бег на разные дистанции, прыжки в высоту и толкание ядра. Сегодня в этих дисциплинах соревнуются совсем юные спортсмены. Традиционные соревнования под названием «Рождественские старты» проходят в ФОКе каждый год. А вот география привыкших атлетов расширяется. В этом году за победу борются ребята из Владимирской области, Иваново, Шуй и даже столицы. Это традиционные соревнования, такие в конце года, предновогодние дни, они уже проводятся много лет. Больше 25 раз проводились. Проводились раньше в спортивном клубе армии, у нас больше не было других помещений. В настоящее время проводятся у нас в ФОКе. Традиционно это у нас младший школьный возраст участвует в этих соревнованиях. То есть есть своя традиция, есть свои рекордсмены. Перед Новым годом традиционно награждают лучших. Некоторым атлетам присвоили звание кандидатов в мастера спорта и первого взрослого разряда. Здесь же подвели результаты и всероссийского конкурса «Тысяча талантов». Он был создан в Федерации легкой атлетики для поддержки лучших молодых спортсменов. Из 33 региона выбрали 10 человек. Среди них и воспитанница с дюшор номер 4 города Владимира Валерия Тарасова. Я об этом конкурсе узнала недавно. Поэтому как-то выиграть, конечно, достойно для меня. То, что я к чему-то стремилась и это привело к тому, что я в чем-то выиграла. Не только в соревнованиях, а только в таком российском конкурсе «Тысяча талантов». Для меня это, я не знаю, какой-то высший уровень уже. Лера пришла в легкую атлетику полтора года назад. Показывает отличные результаты. При этом, несмотря на тяжелые ежедневные тренировки, девушка хочет связать свое будущее с любимым видом спорта. За достижение благодарит опытнейшего наставника. Тренирует юную спортсменку легенда Владимирской легкой атлетики Алексей Волгин. Помимо Валерия, еще двое его учеников сегодня стали призерами всероссийского конкурса. Трое, кто получили, они у меня, два парня, они призеры шиповки юных. Они заняли два года назад первое место, в том году второе и второе место. То есть это по всей России шиповки юных. А девочка тоже очень сильная. Вот она, мы недавно ездили на, где-то, наверное, дней 5-6 назад в Москву. Она там заняла первое место и установила рекорд этих соревнований. Для большинства спортсменов эти соревнования последние в этом году. Ребята выкладываются на полную. Все участники стартов один голос заявляют, что легкая атлетика для них то, с чем они мечтают связать свою жизнь. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал. Народные промыслы на шелковых платках. В Доме фольклора открыли выставку живописи на ткани. Сюжеты работ взяты из Владимирского народного творчества. Расписывали каждый платок вручную в технике батик. Как создавалось чудо на ткани, расскажем далее. На этих уникальных шелковых платках вся палитра Владимирских промыслов. Любовь Яковлева два года трудилась над созданием этой выставки. В основу заложила народное творчество родного края, хотела переосмыслить владимирские промыслы на ткани. Расписала вручную более 50 работ. Возникла идея сделать выставку по художественным промыслам нашего края. Объединить их в своих работах, в платках. Взять какие-то сюжеты из лаковой миниатюры, мстерской, из гусь хрустального, ковровская игрушка. Большинство этих экспонатов уже стали победителями всероссийских и международных выставок. Техника, в которой работает любовь, называется «Батик». Это роспись по ткани с использованием специальных красок. Тяга к такому творчеству возникла у художницы еще в студенчестве. После окончания художественного графического факультета девушке так хотелось связать свою жизнь с искусством, что уже 13 лет любовь создает шедевры на платках. Мне больше нравятся вот сзади нас такие вот цветы бирюзовые. Это просто меня восторгают. Я как бы человек, так сказать, из деревни. Мне нравятся именно цветы. Я цветы сама очень люблю, занимаюсь цветами, то есть выращиваю. Ну а природа – это природа сама по себе, то есть она – это наше русское великолепие. Для работы с тканью существуют две технологии – горячий батик и холодный. Горячий батик – это непосредственная работа с воском. Способ используется в основном для росписи похлопчато-бумажной ткани, но минус его в том, что потом воск трудно удалить. Любовь работает в технике, холодный батик – она проста в работе, подходит для росписи платков и одежды. К тому же долговечно. Расписанные изделия можно даже стирать. Во Владимирской области батик – это многовековой промысел. Мастера ткали бархат и шелк, который надо было украшать. Так и появились традиции народного ремесла. Русский батик отличается друг от друга. Там Ивановский, Рязанский и Кольчогинский. Безошибочно можно друг от друга отличить, потому что везде есть своя художественная и стилистическая особенность. При том, что техника и исполнение одинаково, натягивается белая ткань, и художник наносит рисунок и расписывает. А вот какую заложить идею, какой выбрать рисунок, какой орнамент – вот в этом и проявляется стилистическая особенность. Посмотреть искусство на шелке. Владимирцы и гости города могут в Доме фольклора на Георгиевской 2Б. Выставка «Любови Яковлевой» продлится до 28 января. Влада Миткова, Екатерина Корнилова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Открытие рождественской ярмарки – необычный предновогодний буфест, фестиваль творчества и праздничные программы в парках. В эти выходные владимирцев и гостей города ждет много интересных событий. Куда отправиться и на что обратить внимание – расскажем в нашей афише. В субботу, 22 декабря, в центре Владимира откроется традиционная рождественская ярмарка. Взрослые дети смогут покататься на новых аттракционах, выиграть билеты на новогодние представления, купить сувениры для родных и друзей. Кроме того, в парке Липки всех желающих познакомят с добрыми и умными собаками. На издовых хаски и маломутах можно будет прокатиться. Организуют также и катание на квадроциклах. Проработает ярмарка до 13 января. В субботу и воскресенье во Владимире пройдет новогодний книжный буфест. Традиционный фестиваль для любителей литературы в этот раз проводят под самый Новый год. Причем на новом месте в областной научной библиотеке. Посетителей ждут встречи с известными писателями, поэтами, издателями и литературными критиками. Книжные ярмарки. Все желающие смогут приобрести книги и подарки ручной работы, а также пообщаться с мастерами. В субботу фестиваль откроется в полдень, а в воскресенье в 10 утра. Вход на буфест бесплатный. В Доме культуры молодежи в выходные проведут фестиваль творчества. Он называется «Тридевятое царство». В зале княжеских палац с 11 утра до 7 вечера посетители смогут послушать хорошую музыку и стихотворение, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с мастерами и художниками, а также приобрести их изделия. Кроме того, на фестивале будет работать фотоателье. Вход на фестиваль свободный. В субботу областной театр «Кукол» приглашает юных зрителей на премьеру спектакля «Пастушка и трубочист». Он поставлен по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсона и расскажет волшебную и трогательную историю любви. Начало спектаклей в 11.30 и в 14.30. Зрителей ждет также новогодний карнавал у елки. В эти выходные интересно провести время можно будет и в городских парках. Так, в дружбе в субботу с 11.30 пройдет спортивная эстафета «Зимние забавы». А загородный парк в этот же день приглашает на необычную новогоднюю программу «Битва племен». Она начнется в 11 утра. В воскресенье в это же время посетители Добросельского парка узнают, что скрывает ларец чудес. А в Центральном парке в полдень гостей ждет игровая программа «В стране желаний». Любителей поэзии и тех, кому интересно жизнь и творчество современных авторов, в воскресенье приглашает областная библиотека для детей и молодежи. Ровно год назад там стартовал литературный проект «Поэт И», который представляет собой своеобразные творческие встречи с талантливыми людьми области и всей страны. Они рассказывают о том, как развивается современная поэзия, зачем заниматься творчеством и как воспитать в себе внимательного читателя. На проспекте «Строителей-23» все желающие смогут пообщаться с поэтами, в числе которых Дмитрий Кантов, Николай Лалакин, Вячеслав Улитин. Начало в 15.00. На этом у меня все. Далее вас ожидает очередная серия нашего проекта «Кто, если не мы?». Оставайтесь с нами. Всего доброго. Берегите себя. Впервые во Владимире 7 января состоится показ ледового шоу «Алиса в зазеркалье на льду». Авторская музыка, яркие декорации, спецэффекты. Билет на шоу станет отличным новогодним подарком и для детей, и для взрослых. Детям до трех лет бесплатно. Синоптики прогнозируют сегодня вечером во Владимире пасмурную погоду. Выпадет снег. Температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет малооблачно. Возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 10-13 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Такого во Владимире еще не было. Алиса в Зазеркалье на льду. Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи. 7 января. Ледовый дворец Полярис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова